Добрый день, уважаемые коллеги-филателисты, зрители моего канала. Сегодня опять будет выпуск Филателии и истории, посвященный знаменитым атакам подлодок. Ну и, как я думаю, вы уже догадались по названию и по тем филматериалам, которые я здесь вам показываю, этот выпуск будет посвящен так называемой атаке Века, атаке Александра Маринеско на транспорт Вильгельм Гуслов, его потопление и, в общем, всему, что вокруг этого события было за 70 с лишним уже лет, прошедшие с тех времен, накручено, мифологизировано. То есть, я сегодня буду, на самом деле, разоблачать очень много мифов, которые сначала советской историографией, военной пропагандой были вокруг этого события созданы, потом они с крушением Советского Союза были развенчаны, но только для того, чтобы создать вокруг этого новые мифы. Давайте, в общем, сейчас будем во всем этом разбираться. Давайте сначала я начну с голых фактов. Вот, совсем голых фактов, без какого, как говорится, без каких бы то ни было оценок, без подробностей. Подводная лодка Александра Ивановича Маринеско находилась на позиции, значит, недалеко от немецкой гавани Готенхафен. Это на северном побережье, ну тогда восточной Пруссии, сейчас это Польша возле Данцига, откуда вышел нагруженный, что называется, по полной нагруженный людьми, лайнер Вильгельм Гуслов. Ну или, вернее, он был изначально построен как лайнер, но на тот момент он являлся войсковым транспортом. Подводная лодка находилась между берегом и целью, поэтому, в общем, она на фоне берега была абсолютно незаметна. Ее никто не увидел. Она изначально в не очень хорошей позиции была, когда Маринеско заметил Вильгельм Гуслов, поэтому он несколько часов гнался за ним, как бы параллельно, ну не за ним, а таким параллельным курсом шел. Около 23-45 минут в разных исследованиях, чуть по-разному дается это время, но так или иначе, в общем, где-то ближе к полуночи Маринеско вышел на нужный курсовой угол для атаки, выпустил три торпеды. Все три попали в лайнер, в общем, он достаточно быстро перевернулся, затонул, большая часть плывших на нем погибла. Через несколько дней после этого он торпедировал еще один крупный, тоже транспорт, генерал Штойбан, и таким образом он буквально за одну эту атаку, в общем, вписал в себя в историю советского флота, потому что он разом стал самым результативным советским подводником по, ну, количеству вот именно бруторегистровых тонн потопленных им кораблей. Во всех флотах, как бы, вот это вот был главный такой вот критерий, по которому один из, скажем так, наверное, наиболее такой известный, наиболее распиаренный критерий, по которому какие-то вот чарты, да, или, как сейчас модно говорить, в общем, рейтинги подводников составляли, так вот он сразу стал подводником номер один. Ему были поставлены, ему было поставлено несколько памятников и в Кронштадте, и в Калининграде, в Одессе, откуда он родом, ну, из-под Одессы. Вот, в общем, скажем так, в официальной, вот, отечественной историографии он был объявлен героем, ну, и, несомненно, как бы, этот поступок, он, наверное, действительно являлся, вот эти деяния все они были героическими, вот. Вот, но те, кто, скажем так, более глубоко понимал те процессы, которые происходили в советском флоте, да, знал его специфику, в первую очередь удивлялся, почему же подводник номер один за свои вот эти две блестящие атаки не получил звезду героя, при том, что многие подводники, в которых счета были намного меньше, они героями Советского Союза стали, да, а вот Маринеско за это получил орден, более того, если вглядываться дальше в биографию Маринеско, там вообще все плохо, он был уволен в запас в ноябре 1945 года с флота, несколько лет он проработал в торговом флоте, ну, там буквально пару лет, потом занимал должность на заводе и на три года был осужден за разбазаривание социалистической собственности, отсидел три года в лагерях, по уголовной статье я еще раз подчеркиваю, никакая там ни политическая, ни предательство, ни измена родине, не работа на иностранной разведке, а чисто уголовная статья, вот, ну и, к сожалению, в начале 60-х годов, по-моему, в 63-м году он умер, в общем-то, ну, видите, достаточно молодым человеком, еще 1913-1963 год, в возрасте 50 лет. Итак, все это, конечно же, достаточно странно, но это странно только для людей, которые не знают подробности жизненного пути Александра Ивановича Маринеско, теперь вот я с вами, вас с этими подробностями несколько более полно познакомлю. Но давайте начнем немножко с другого, с тех мифов, которые как раз вот советская пропаганда вокруг этой атаки понастроила. В первую очередь мифом является то, что на вот этом вот транспорте Вильгельме Гуслове плыло, ну, там разные пишут, там, 4,5 тысячи немецких подводников, 7 тысяч подводников, что этого достаточно было для комплектования, там, 45, 70, 90 экипажей немецких субмарин, это такое, знаете, натягивание совы на глобус. Действительно, на Вильгельме Гуслове находилось 918 курсантов, да, уже там предвыпускного уровня, школы мотористов-дизелистов, которая там вот располагалась в Восточной Пруссии, их действительно готовили для укомплектования экипажей подводных лодок, и этого количества мотористов, действительно, 918 человек, ну, их хватало там на комплектование нескольких десятков, действительно, подобных экипажей, в принципе, если натянуть, там можно было действительно и до 90 довести, потому что, ну, вот, по 10 человек где-то в экипаж плюс-минус этого было достаточно. Но это не полный экипаж, полный экипаж немецкой подводной лодки тогда, ну, в зависимости там от ее типа, где-то от 40 и более человек, то есть, можно было 90 лодок укомплектовать мотористами, но никак не полными экипажами. Это вот первый такой миф, который стоит знать и которому, в общем-то, не стоит доверять. Второй миф, он очень такой, знаете, красивый с точки зрения пропаганды, но ничего общего не имеющий с действительностью, что якобы Маринеско был объявлен личным врагом фюрера. Значит, здесь вот, я не знаю, то ли это сознательно накрутили, то ли неправильный перевод кто-то из историков почитал и написал, а потом пошла эта история гулять. Дело в том, что вот этот вот лайнер Вильгельм Густров, он был в 36-м году переименован в честь Вильгельма Густрова. Это такой нацистский, ну, даже я не могу сказать, что высокопоставленный чиновник. В общем, это был один из лидеров нацистов в Швейцарии. Тогда вообще, в принципе, идея национал-социализма, фашизма, они были очень популярны в Европе, если кто не знал, в Англии их было очень много в 30-е годы, во Франции, ну, там уж не говоря о скандинавских странах. Вот в Швейцарии тоже, поскольку Швейцария частично германоговорящая страна, там порядка 60%, 50-60%, там где-то вот так вот процентов населения, это, ну, не немцы, а германоговорящие швейцарцы, да, там несколько вот этих кантонов, которые ближе всего к Германии. Так вот, там сильны были в 30-е годы тоже позиции национал-социализма, и вот этого вот Вильгельма Густвова убил еврейский, ну, студент, террорист, так сказать, ну, в общем, за те преследования евреев, которые в то время происходили в Германии, вот он рассчитался с местным национал-социалистом, и немецкая пропаганда тут же его возвела в ранг мученика, и как-то я сейчас уже не вспомню, как его звали, этого швейцарского еврея, вот, в общем, его именно объявили личным врагом Гитлера, а не Маринеско, понимаете, то есть того, кто убил человека, в честь которого был назван этот лайнер. Ну, и вот, опять же, возвращаясь к тому мифу об экипажах подлодок, там обычно тоже в советской историографии пишут, что там на Вильгельме Густвове плыло, там, четыре с половиной, там, шесть тысяч немецких подводников, семь тысяч подводников. Значит, на самом деле, как я сказал, подводников, там, курсантов вот этой вот школы подготовки состава, для подводных лодок, там было 918 человек. Было еще 373 женщины, но носивших военную форму, это был батальон обслуживания военно-морской базы, вот, ну, там, где, в общем-то, да, в Германии в тот момент, тоже уже к 45-му году, катастрофически не хватало мужчин призывных возрастов, и на каких-то тыловых вот работах, да, на тыловой службе их, по мере возможности, заменяли женщинами, то есть, вот этот вот батальон там плыл, 570 человек экипажа, остальные, там, вот, сильно разнятся цифры от исследований к исследованию, ну, скажем так, не менее 4 тысяч, но никак не более, там, где-то 9-9,5 тысяч, это составляли гражданские лица. Беженцы в основном это женщины и дети-старики. Поэтому, как вы понимаете, в общем-то, для советской пропаганды тоже было не очень удобно признавать, что основная часть погибших, да, это гражданские лица, поэтому вот придумали эту историю с 7 тысячами подводников, которых там, конечно, никаких не было. Ну, и, собственно, и траур в Германии не объявлялся по погибшим, там, пожертвам Вильгельма Гуслова, да, потому что уже, там, январь 45-го года, вы знаете, представляете себе, кто знает историю Второй мировой войны, да, что происходило тогда в Германии на фронтах, там уже, как бы, и на востоке советские армии уже вломились на территорию Германии, на территорию Восточной Пруссии и подходили, в общем-то, да, уже во всю, там, шла Висло-Одерская операция, то есть, к этому моменту, к 22 января, там уже танковые колонны подходили к Одеру, вот, и на Западе тоже захлебнулось наступление Варденнах, и союзники, в общем-то, стояли на западном берегу Рейна и готовились штурмовать Рейхсам, поэтому, в общем, на фоне этих, конечно, событий, то есть, сам факт, конечно, гибели нескольких тысяч человек, это тяжелые потери, безусловно, но вот на фоне всего остального, что происходило, конечно, это не привело, скажем так, к объявлению какого-то общенационального траура. Так вот, это то, что касается мифов советских, и, в общем-то, они давно уже развенчаны, ну, скажем так, той же самой отечественной историографии, да и немецкой, есть целый ряд немецких исследований на эту тему. Теперь давайте поговорим немножко о другом, да, а что же такое, так сказать, было в судьбе Маринеско, что вот так вот круто его жизнь, да, повернулась, что он не получил орден, ну, вернее, орден-то он получил, он не получил звание героя за эту атаку, вот. Ну, вы знаете, здесь мы должны уже перейти немножко, так сказать, к мифам новым, потому что в последнее время вот появилось много публикаций, значит, по поводу того, что якобы Маринеско был каким-то там дворянином, и его преследовали, значит, советские правоохранительные органы, там, читая МКВД. Большую, кстати, роль в формировании этого мифа сыграл фильм российский 2005 года, первый после бога, ну, кто не знает, да, первым после бога называют капитана на корабле. То есть, какого бы там статус не был других лиц, которые на этом корабле плывут, да, все равно главный капитан. В свое время, когда Черчилль, Уинстон Черчилль, сходил на борт какого-нибудь английского корабля, да, он абсолютно даже слова не мог сказать капитану, несмотря на то, что он являлся там премьер-министром Великобритании, да, все, что касалось именно жизни корабля, да, обеспечения вот похода боевого, все это решал, естественно, капитан, хоть у него там на борту был бы премьер-министр. Так вот, вот этот вот фильм, первый после бога, он, собственно, эксплуатирует эту тему, что якобы вот Маринеско был из дворя, ну, там не Маринеско, там Александр Маринин, но прототип легко узнается, в общем-то, что якобы вот он был из дворян, там как-то его преследовали, его брата посадили, и вот, значит, весь фильм, за ним охотятся НКВДшники, только необходимость вот срочно выйти в боевой поход, где он совершает подвиг, спасает его от этих преследований. На самом деле, к реальности это никакого отношения не имеет, в общем, Александр Иванович Маринеско имел самое что ни на есть пролетарское происхождение, он родился на юго-западе, ну, тогда еще, получается, Российской империи, да, он 1913 года рождения, его отцом был паденный рабочий по фамилии Маринеско, румын, да, собственно, фамилия у него румынская от отца, ну, там, наверное, должно быть Маринеско, но его записали именно как Маринеско. Так вот, отец его был паденный рабочий, то есть батрак, мать-крестьянка из одного из сел, из-под Одессы, то есть, собственно, самое пролетарское происхождение у него было. Уже, значит, когда он подрос, он поступил в Одесский морской техникум, готовился стать моряком торгового флота, вот, но тогда вот это время, да, 30-е годы, собственно, он техникум закончил этот и был мобилизован по линии комсомола, даже не в училище морское, а, значит, ускоренные курсы командиров. Дело в том, что вот это вот время, 30-е годы, середина, там, вторая половина 30-х годов, это было время бурного, просто взрывного развития советского военно-морского флота. Корабли, которые остались от царской империи, их было достаточно мало, в общем, это уже, конечно же, молодую советскую республику не удовлетворяло, и в 30-е годы большими, ну, очень, по меркам СССР, да, большими партиями, десятками строились подводные лодки, катера торпедные, тральщики, охотники морские, эсминцы, даже крейсера, ну, не десятками, но по нескольку штук построили. В общем, был жуткий кадровый голод, поэтому на командирские должности назначали людей, ну, скажем так, без должного образования и опыта. Собственно, Маринеско после окончания этих курсов, он остался там преподавать, тоже какое-то время, значит, преподавал, это была тоже очень распространенная практика для советских военных училищ, в том числе и военно-морских, когда лучшие курсанты, он действительно был одним из лучших, остаются для того, чтобы дальше передавать, значит, свой опыт молодым. Потом он два года проплавал на, значит, подводной лодке там, ну, на офицерских должностях, и в конце 39-го, там где-то пишут в начале 40-го года, ну, не суть важно, где-то вот на рубеже 39-го, 40-го года, он получил только что построенную подводную лодку М-96 под командование на Балтике. Лодка не успела, в общем, выполнить курс боевой подготовки, поэтому в советско-финской войне он не успел поучаствовать, вот, но на тот момент, на 40-й год, вот есть архивные материалы, лодка считалась одной из лучших по уровню, скажем так, боевой подготовки, там торпедные стрельбы очень хорошо производила. Так или иначе, Маринеско был на хорошем счету у своего руководства, вот на этот момент, собственно, да, человека... Два года это очень небольшой, поверьте мне, два года очень маленький срок по флотским меркам, для того, чтобы быть назначенным самостоятельным командиром боевого корабля, пусть и там маленькой подлодки, но все равно. Где-то вот между, там, вторая половина 40-го, первая половина 41-го года, непонятно, что произошло с Маринеско, то ли какой-то надлом, то ли у него была предрасположенность к этому изначально, просто то ли ее не замечали, то ли он как-то ее в себе подавлял. Но, так или иначе, друзья мои, к началу Великой Отечественной войны, к середине 41-го года, Маринеско имеет уже несколько взысканий дисциплинарных, исключен из членов ВКПБ, а кто жил в Советском Союзе, кто помнит всю эту партийную систему, я думаю, вы знаете, что исключение из партии, ну или в данном случае из кандидатов в партию, да, это было очень серьезное наказание по тем временам, оно фактически для большинства закрывало дальнейший карьерный рост, если тебя, да, из партии исключали. Непонятно, что произошло, может быть, какой-то надлом в этот период произошел, но давайте называть вещи своими именами, что Александр Иванович Маринеско был пьяницей и дебоширом. То есть, вот, начало 41-го года, во всех характеристиках, которые на него пишут его начальники, там начинают мелькать такие фразы, как склонинг к пьянству на берегу, там дисциплину не поддерживает и так далее и тому подобное. То есть, чтобы вы понимали, да, ну, моряки, они, в принципе, все после, там, дальнего морского похода, они в той или иной степени склонны к пьянству на берегу. Но если уж это попадало в характеристику, то я вам хочу сказать, это значит, что данное явление имело уж очень какие-то большие масштабы. Не очень повезло ему, скажем так, в начале войны, то есть, тоже М-96 там была на ремонте, потом очень резко сократилась оперативная зона Балтийского флота, ну, потому что он из-за продвижения немцев по суше стремительного потерял все свои передовые базы, Лебаву, Палдийский, ну, это Балтийск, да, Таллинн, тот самый страшный, тяжелый Таллиннский переход. В общем, за 41-й год Маринеско успел сделать только один боевой выход, в котором лодка, в общем-то, ничем не отметилась. В 42-м году он был назначен вот как раз-таки командовать С-13, да. Вообще, вот давайте я чуть-чуть остановлюсь, все-таки на филателлистических материалах. Достаточно много филматериалов, которые посвящены Маринеско. В общем, я вот их буду периодически здесь вставлять в видеозапись, да, то, чего у меня нет, ну, вот есть серия 96-го года кораблей, это именно С-13, да, вот сам Маринеско, марка 2013-го года, вот в сцепке, да, с Осиповым. Ну, вот подводные лодки типа С, вот выходили в, значит, 2005-м году в серии подлодки, да, но это не какая-то конкретная, это именно подлодка типа С. Ну, вот тоже советская марка 1982-го года, С-56, щедрина, гвардейская краснознаменная, да, вот, кстати, С-13 не стала гвардейской, тоже по тем же причинам, о которых я сейчас расскажу. Ну, вот такие вот еще есть у меня, видите, это тоже посвященный С-56, конверт. Значит, это памятник во Владивостоке, значит, там стоит на, возле причала она, я видел, кстати, был во Владивостоке в 2015-м году, я видел этот памятник, вот. Ну, вот есть еще у меня вот такой конверт, строго говоря, да, не касается там подводных лодок типа С, но это тоже вот посвященный нашим подводникам, Гаджиев, Лунин, ну и марка, соответственно, вот эта сцепка у меня тоже такие есть. Маринеско посвящено еще несколько тоже филматериалов, есть молдавский конверт с оригинальной маркой, есть украинские, потому что, в общем-то, три республики бывшего СССР, да, ну, скажем так, не то чтобы прям спорят за то, чтобы считать Маринеско своим, но в той или иной степени считают его своим, да, Россия, ну, потому что он служил на Балтийском флоте, и памятники ему стоят в Кронштадте, в Калининграде. Есть украинский конверт, который, значит, тоже вот посвящен Маринеско, ну, потому что он из-под Одессы, да, и в Одесском техникуме корабельном учился, в общем-то. Ну, а молдаване, они считают, что вот Маринеско это наш, потому что отец его происходил вот откуда-то оттуда с территории Молдавии. Ну, так вот, друзья, получил Маринеско вскоре под командование, собственно, С-13, это гораздо более серьезная, более крупная, более мощная с точки зрения боевых возможностей подводная лодка, чем до этого была его малютка, но, опять же, она получила попадание от артиллерийского снаряда при обстреле, вы знаете, что Кронштадт очень серьезно обстреливался немецкими войсками, которые держали блокаду Ленинграда, вот, поэтому 42-й год лодка провела в ремонтах, там очень серьезное было повреждение, снаряд пробил два отсека, затопил, в том числе и как раз дизельный отсек, то есть там пришлось дизеля менять. А в 43-м году Маринеско, ну, скажем так, наверное, повезло, что его не отправили в боевой поход. Дело в том, что к 43-му году немцы полностью блокировали Финский залив, то есть так называемое Наргенпор-Калаутское минное сетевое заграждение. Ну, вообще, представляете себе, да, Финский залив, он же достаточно узкий берега между, там, да, нашим берегом и там северо-южный, северный Финский, значит, оба этих берега, соответственно, были заняты противником, и там огромное количество мин выставили, сети выставили против подлодок, подводные в том числе, четыре лодки Балтийского флота в 43-м году погибли на этих заграждениях, и вынуждены были признать советские командиры, да, командованием Балтийского флота, что невозможно в таких условиях лодкам скрытно форсировать это заграждение, ну, а крупные корабли тоже не могли выйти для того, чтобы его пробить, потому что та же самая минная опасность, обстрелы с берегов, авиация, которая тут же бы атаковала, все помнили печальный Таллинский переход, который в условиях даже еще более, скажем, в менее трудных, еще менее трудных, привел к огромным потерям, поэтому, собственно, Балтийский флот вышел на оперативный простор только во второй половине 44-го года, когда вот Южный берег освободили, когда Финляндия была выведена из войны, вот тогда смогли протралить эти заграждения, ну, часть какую-то, да, то есть проходы в этих заграждениях протралили, и легкие силы Балтийского флота стали выходить на коммуникации фашистов в Балтийском море. Легкие силы, это имеется в виду подводные лодки, сторожевые, торпедные катера, ну, и авиация, понятно, морская по ним действовала. В общем, основной, действительно, задачей Балтийского флота было прерывание приморского, коммуникации вдоль вот приморского фланга фашистской армии, то есть там как раз вот была крупная группировка блокирована в Курляндии, оттуда осуществлялся вывоз войск, и наоборот, туда везли боеприпасы, там, продовольствие, какое-то военное имущество, да, вот, то есть вот по этим коммуникациям они действовали. Ну, и когда уже в конце 44-го, начале 45-го года советские войска вошли в Восточную Пруссию и стали продвигаться к Кёнигсбергу, собственно, вот прерывание коммуникации вот этого вот тоже приморского фланга, да, перевозок вдоль побережья, тоже была поставлена эта задача. К тому времени количество подводных лодок в Балтийском флоте боеспособных очень сильно сократилось, потому что часть была потоплена или потеряна вот на этих заграждениях, часть была повреждена обстрелами и бомбежками, часть встала из-за отсутствия должного ремонта, который очень тяжело было осуществлять в блокадном городе, представляете, ну, судостроительная промышленность, это одна из таких очень зависимых, скажем так, отраслей промышленности от качества рабочей силы, да, квалификации этой рабочей силы, а лучшие рабочие ушли на фронт и, в общем, в значительной мере пали под стенами блокадного Ленинграда. Моряков очень много тоже было мобилизовано на фронт в бригады морской пехоты. Короче говоря, где-то порядка всего лишь 15 боеспособных подводных лодок было на тот момент в распоряжении Балтийского флота, ну, а понимаете, все 15 в море держать невозможно, да, они должны, они находятся в пути на позицию с позиции, да, они приходят там, загружаются, ремонтируются и так далее, тому подобное, поэтому хорошо, если 5-6 подводных лодок одновременно могло находиться на позициях. И, собственно, к чему я это все рассказываю так подробно, чтобы вы поняли, почему все-таки Маринеско оказался в этом походе. Дело в том, что в Новый 45-й год Маринеско вошел к кандидатам в разжалование и на отправку в штрафной батальон. Дело в том, что они вместе там с другом, еще одним офицером этой подлодки на Новый год на два дня куда-то ушли из расположения части, ну, то есть с базы, да, подводных лодок, где стояла в тот момент С-13. Ну, понятно, что ушли там пьянствовать, видимо, с женщинами общаться. А в это время оставленный без присмотра экипаж, тоже, как написано там в документах, занимался выяснением отношений с гражданскими лицами. Ну, то есть, считай, подрались там с какими-то гражданскими, которые, видимо, где-то там возле этой базы были. В общем, это, конечно, как вы понимаете, очень серьезные дисциплинарные проступки, тем более для командира военного корабля, каковым являлся Маринеско. И командир Балтийского флота, вице-адмирал Трибут, собирался его разжаловать и отправить в штрафбат, и экипаж подлодки тоже, но он оказался перед серьезной дилеммой. Заменить их было фактически неким, потому что подготовленных экипажей было очень мало. То есть, собственно, целиком экипажа-то, собственно, и не имелось бы. К тому же, в любом случае, экипаж, который получает назначение на новую подлодку, корабль, ему нужно время на освоение, даже если у них есть опыт плавания на судах данного типа, на кораблях, вернее. Ну, в общем, короче говоря, заменить было неким, и Трибут сказал, ну, там, не прямо Маринеско, а через командира бригады, передал, пусть идет в боевой поход и искупит свою вину, иначе отправится в штрафбат рядовым. В общем, по сути, как бы, Маринеско, когда выходил в этот, ему нужно было совершить подвиг. Понимаете? Ну и, в общем-то, учитывая то, что он, видимо, все-таки, несмотря на вот эти вот проблемы с дисциплиной, был достаточно храбрый, лихой командир, ну, а другие, в общем-то, на подводных лодках, как правило, и не служили. Те, кто там оказывался случайно, тем более уж война-то быстро отбраковывала таких. Вот. В общем, ему действительно не оставалось никакого иного выхода, кроме как, да, совершить вот этот вот подвиг. И, собственно, он его и совершил. Правда, сейчас, знаете, вот тоже много публикаций появилось по поводу того, что, дескать, это не подвиг, а военное преступление. Как же так? Вот он потопил несколько тысяч гражданских. Вы знаете, друзья мои, вот я сейчас эту ситуацию очень подробно разберу и расскажу вам. Друзья, все, кто называет то, что сделал Маринеско войным преступлением, они, в общем, хайпят на модной сейчас теме. Да, в общем, в нынешнем обществе, конечно, очень выгодно быть несчастным, обиженным. А если подойти к этому вопросу с юридической точки зрения, то, конечно, никаким деянием Маринеско военным преступлением не является. Я, вы знаете, те, кто смотрит мой канал по профессии юристы, хотя я не специализируюсь глубоко на морском правдове и не глубоко не специализируюсь на других отраслях, но, тем не менее, я специально изучал этот вопрос и сейчас я вам объясню достаточно подробно, почему Александр Иванович Маринеско не только не мог отказаться от атаки на Вильгейма Гуслова, да, но даже если бы он это сделал, в общем-то, он абсолютно законно был бы предан суду военного трибунала по возвращении и уже не за какие-то, да, там, пьянки-гулянки, а именно вот именно за воинское преступление, каковым считается дезертирство с поля боя или в данном случае для командира военного корабля уклонение от боя с противником. Итак, если немножко погрузиться в глубину этого вопроса, то морское военное право сформировалось где-то на рубеже 19-20 веков на основе Женевской и Гакской конвенции. На самом деле, очень много там было различных конвенций международных, которые дополняли друг друга, но ключевой вопрос для признания деяния по атаке корабля преступлением или как бы абсолютно законным с военной точки зрения действием является статус этого корабля. Комбатант или не комбатант. Ну, это от французского слова, да, то есть военный или не военный. Нон-комбатант это корабль мирный. Его атаковать нельзя, даже если он принадлежит стране воюющей. Теоретически, значит, вот если вот, исходя из буквы и духа всех этих конвенций поступать, подводная лодка, обнаружив такой корабль, должна всплыть. Ну, может его досмотреть, может захватить его в качестве приза. Да, в общем, может по досмотру отпустить. Но так или иначе, она не может его топить. Она вот должна его досмотреть, убедиться в том, что это нон-комбатант, он не несет военные контрабанды. Соответственно, корабль-комбатант можно и нужно атаковать, топить, всячески наносить ему ущерб. Вся проблема в том, что, ну, вот понятно, что комбатантами признаются изначально построенные военные корабли, да, то есть военные корабли специальной постройки. Но во флотах всех, в общем-то, стран, во все вот времена эти, да, практически, начиная, в общем-то, со времени, там, когда, собственно, в 17 веке военные корабли специальной постройки появились, все равно во время войн было принято реквизировать и включать в состав своих флотов изначально мирные корабли, транспорты. И такой реквизированный корабль при определенных условиях, да, признавался комбатантом, и, соответственно, такой транспорт можно было атаковать и топить. Вот я вам сейчас перечислю целый ряд оснований, которые Вильгельма Гуслова делали комбатантом, то есть его абсолютно можно было с юридической точки зрения атаковать и топить советской подводной лодки. Первое. Вильгельм Гуслов был еще в 1939 году мобилизован, ну, собственно, с началом Второй мировой войны мобилизован в немецкий военный флот, и с этого времени он ходил под военно-морским флагом Германии, а нон-комбатант должен был идти под флагом торговым. Дальше. Некоторое время Вильгельм Гуслов служил госпиталем в качестве госпитального судна, и, кстати, в том рейсе на нем тоже было некоторое количество раненых, порядка там 170 человек, но госпитальные суда должны были для того, чтобы считаться нон-комбатантами, нести определенную окраску, а ночью определенные, в определенном сочетании определенных цветов ходовые огни. Ничего этого не было. Гуслов шел под ходовыми огнями, но не как госпитальное, не как, значит, торговое судно. Дальше. Нон-комбатанты не могут перевозить никаких военных грузов, никакой военной контрабанды, и ни в коем случае они не могут перевозить военнослужащих. Если только хотя бы один военнослужащий находится на борту этого судна, оно уже становится комбатантом со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть оно считается войсковым транспортом, который, опять же, можно атаковать и топить. На борту Вильгельма Гуслова было, как я уже говорил, 918 курсантов военно-морской школы дизелистов. Это военнослужащие, это люди, которые носят военную форму, принесли воинскую присягу. Там же было 370 этих солдат, в основном женщины, батальона этого обслуживания базы, точно так же в военной форме принесшие воинскую присягу. Там наверняка было у офицеров и личное оружие. Поэтому с этой точки зрения он тоже не был нон-комбатантом. Дальше. Нон-комбатант не может идти в составе охраняемого конвоя или под конвоем одиночного военного корабля своей воюющей страны. А Гуслов шел под конвоем сначала миноносца и катера торпедолова, но потом торпедолов там была ветреная погода штормовая, на нем появилась течь, он ушел, но так или иначе миноносец его охранял, конвоировал. И, кстати, Маринеско это видел, этот миноносец. Вот он понимал, что это идет транспорт под охраной. Ну и, наконец, самое, пожалуй, главное. Транспорт нон-комбатант не мог нести никакого вооружения. Вильгельм Гуслов был вооружен 20-миллиметровыми зенитными автоматами. Вот. Все, в общем-то, это делает его комбатантом и атаковать его было можно. Но я хочу сказать, что вот эти вот конвенции, да, которые я вам привел, эти нормы, они давно уже не соблюдались к моменту, вот, да, к 45-му году, да, и, в принципе, уже там в начальном периоде Второй мировой войны, да и в Первую мировую войну не особо соблюдались. И, честно говоря, я хочу сказать, что основную такую вот ответственность за то, что это все, да, все похерили эти конвенции, несут англичане с их судами-ловушками. Что они делали? Как, помните, я говорил, что подводная лодка, встретив транспорт, да, неохраняемая, не в составе конвоя, в общем, который идет под торговым флагом, она должна была по правилам всплыть, его досмотреть, ну, могла, скажем так, да, не могла пускать торпеду, если что-то хотела там выяснить для себя окончательно, должна была всплыть его досмотреть, выслать там на шлюпки досмотровую партию. В начале Первой мировой войны немцы так и делали, но англичане пускали так называемые суда-ловушки, то есть это торговые корабли, которые идут под торговым флагом, но на них установлены артиллерийские орудия скорострельные, закрытые щитами, несколько раз такое было, немецкая подлодка всплывала, щиты падали, на мачту взвивался военно-морской флаг Великобритании, и эту лодку там, ну, топили или она там уходила, если успевала быстро погрузиться, так или иначе обстреливали. В общем, после нескольких таких случаев немцы, конечно, плюнули на это все и начали вести неограниченную подводную войну. Такую, собственно, войну неограниченную, да, все, что видим во вражеских водах, все топим, в той или иной степени вели все стороны этого конфликта. Очень известен такой случай, когда Чарльз Локвуд, это американский адмирал, его считают отцом американского подводного флота, в общем, командир американских соединений подлодок на Тихом океане, в основном там они и действовали. Когда он ознакомился с обвинениями, которые вынесены в адрес адмирала Дёница, да, это как раз немецкий, его немцы называли Папа Дёница, да, отец немецкого подводного флота, ну, обвинения, которые к Нюрнбергу готовили, да, к трибуналу. Когда он их почитал, он сказал, что, знаете, меня можно сажать на скамью рядом с Дёницем, потому что мои ребята делали, ну, почти все то же самое. Вот. Ну, как говорится, да, историю всегда пишут победители, ну, вот, поэтому никто этими правилами уже, в общем-то, не руководствовался. Кстати, у нас есть зеркальный случай, очень похожий и по масштабам трагедии, и по ситуации, только там не подлодка, а самолеты потопили. Это потопление транспорта Армения в ноябре 41-го года, который из Крыма, из Севастополя вышел с заходом в Ялту, там, на нем были как раз тоже вот и военнослужащие, и 45-миллиметровое орудие, и шел он в составе конвоя под конвоем катеров, в общем, не успел затемно уйти далеко, был перехвачен немецкими торпедоносцами и потоплен. Там тоже погибло несколько тысяч гражданских. Вот. И, опять же, в этом случае тоже назвать это воинским преступлением невозможно, потому что я вот вам сказал, да, он был вооружен, шел в составе конвоя, перевозил военнослужащих, поэтому с сугубо юридической точки зрения, в общем-то, предъявить в данном случае тоже этим немецким пилотам ничего невозможно. Ну, вообще, война очень жестокая штука. Конечно, понятно, что это трагедия, гибель нескольких тысяч гражданских лиц, безусловно, но в масштабах войны это, к сожалению, была только статистика, да. В любом случае, ответственность за гибель этих гражданских несут, конечно, в первую очередь нацистские чиновники, которые усадили беженцев на военный транспорт. Вот. Там, кстати, было достаточно много как раз вот семей каких-то нацистских чиновников из Восточной Пруссии, которых эвакуировали, но так или иначе, с моральной точки зрения, конечно, этим людям можно только посочувствовать. Кстати, есть, вот помимо упомянутого фильма «Первый после Бога», есть фильм 85-го года, молдавский, там, Молдова фильм, ну, не очень хороший, там тоже как раз-таки прототипом командира этой подлодки послужил Маринеско. На Западе есть фильм где-то конца 50-х годов или начала 60-х снятых, снятый в ФРГ тоже, как-то там, по-моему, «Закат над Готенхаффеном» или что-то такое он как-то называется, это, знаете, тоже, ну, вот, все морские фильмы, морские катастрофы в той или иной степени, да, они похожи на «Титаник», ну, или «Титаник» там, да, похож, то есть, в общем-то, основной лейтмотив, естественно, показывает ужас вот этой катастрофы, как там люди бросаются в воду, а там, на самом деле, несмотря на то, что там подошел сразу вот этот вот миноносец Лёве, который экскортировал, и другие там миноносцы, там рядом крейсер «Адмирал Хиппер» проходил с охраной, и там два миноносца из этой охраны отделились, тоже подошли, начали спасать людей, вот, но это 30 января, представляете, какая температура воды, там 1-2 градуса, вот, конечно, большинство тех, кто попал в воду, они погибли очень быстро от переохлаждения. Есть, кстати, тоже роман, ну, или повесть, я не знаю, как это правильно классифицировать, повесть, наверное, немецкого писателя Гюнтера Грасса, Нобелевского лауреата, называется «Траектория Краба», тоже вот как раз посвященная этой трагедии, ну, понятно, что он со своей, с гуманистической точки зрения это все описывает, но, в общем, так или иначе, вот, такой вот подвиг, но, конечно, с элементами трагедии из-за гибели гражданских. Ну, как я сказал, в общем-то, дальнейшая судьба Маринеска сложилась не очень хорошо, он продолжал пьянствовать, как-то нарушать дисциплину, герой он не получил за это, наоборот, был сначала понижен в должности, назначен командовать тральщиком, в общем, там опять запил и через месяц был уволен с флота, ну вот, ну и в итоге оказался в лагере, ну, за разбазаривание социалистической собственности, ну, считайте, что-то он там какое-то казенное имущество, видимо, тоже пропил, поэтому вот, к сожалению, достаточно печально он окончил свою жизнь в 50 лет, видимо, здоровье было подорвано и пребывание в лагере, и алкоголизмом, но, тем не менее, вот такой вот, видите, эти памятники стоят ему, и в 90-м году он был удостоен звания Героя Советского Союза, уже под занавес существования СССР, по ходатайству моряков, подводников в первую очередь, потому что для них Маринеска, несмотря на все его такие вот, да, личные недостатки, он все-таки герой. Ну, а кто он для вас, решайте сами, каждый. Друзья, спасибо за внимание, на этом буду закругляться, оставайтесь на канале, увлекайтесь филателией, смотрите мое видео, кто не подписался, подписывайтесь, еще будет много интересного. До новых встреч!